Продолжение следует... Начиналась она не с микроскопической, а с макроскопической диагностики, и поэтому мы начнем с этого же этапа, и в этом отношении макроскопические данные о наличии опухолевых новообразований в таракальной локализации упоминаются уже в 1761 году в трактате Морганьи, и, безусловно, по результатам секционного исследования, когда он выделил отдельные изменения, которые посчитал опухолевыми. И в дальнейшем мы также имеем просто накопление данных по секционным исследованиям, уже была упомянута тесная взаимосвязь между туберкулезом и раком легкого, они исторически шли рука об руку, потому что туберкулез был очень распространенным заболеванием с легочной презентацией, и, конечно, в основном приводил к смерти пациентов с выраженными изменениями, которые проявлялись в виде узловых, в том числе образований в легких. И вот в 1800-х годах доктор Ленек опять же на основании секционных исследований говорит о том, что часть этих узловых образований не являются инфекционными, а являются опухолевыми. Но на тот момент инструментария у нас не было того, который мы имеем сейчас, и несмотря на то, что микроскопическая диагностика в принципе была доступна, потому что первый микроскоп был сконструирован практически 200 лет до того, но эти микроскопы были примитивны, сложны в использовании, и в начале XIX века, конечно, не получили большого распространения вообще в принципе среди исследователей, но тем не менее по мере накопления данных и появления информации о том, что не всё туберкулез, это способствовало более широкому использованию, в первую очередь, секционного утопсийного исследования у пациентов, которые умерли от разных причин. А в 1830 году Листер, известный в сотрудничестве с мастером инструментов, изготовил один из первых микроскопов, который по своей конструкции и оптическим свойствам ближе к тем аппаратам, которые доступны нам сейчас. И это, конечно, привело к быстрому лавинообразному развитию вообще микроскопии в принципе и патологической анатомии, которая перестала быть чисто макроскопической наукой и перешла на более глубокий уровень, на клеточный уровень. Но всё ещё препятствием было отсутствие материала, который мы могли бы изучать до того, как пациент умер, но мы уже знали о том, что опухоли имеют свои микроскопические отличия. В 1838 году Миллер опубликовал первую книгу по гистопатологии, которая, собственно, называлась «О природе и характеристиках структуры рака». В ней, в том числе, было упоминание и о раках лёгких, которые были исследованы. И первое, что он отметил, что господствовавшие на тот момент представление о том, что опухоли развиваются из лимфы, не соответствуют действительности, что это клетки. Но, тем не менее, он предполагал, что эти клетки не являются клетками организма, самого пациента, у которого эта опухоль развилась, а формируется из неких пачкующихся элементов бластемы, которая расположена между нормальными тканями. Это то, как представляли развитие опухолей в середине XIX века. Кроме того, для того, чтобы более интенсивно использовать микроскопию, нам нужен был инструментарий пробоподготовки, изготовления препаратов, а он тоже только развивался в XIX веке. И первые микротомы, которые использовались для изготовления тонких срезов, через которые проходит световой пучок, были изготовлены только в 1848 году. И только в конце XIX века мы получаем те аппараты, которые знаем уже сейчас. И один из них – это, например, санный микротом. Такая конструкция была в 1910 году предложена. И, прямо скажем, некоторые лаборатории по сей день используются аппаратами такого типа. В них нечему ломаться, у них есть надежность, ни с чем не сравнимая, но определенное ограничение. Кроме того, для того, чтобы изготовить качественный срез, нам необходимо материал как-то фиксировать, сохранить и сделать его пригодным для микротомии, для изготовления этих тонких срезов. И пробоподготовка также развивалась в XIX веке довольно активно. И, например, формалин, который мы сейчас используем в качестве стандартного фиксатора, был впервые предложен только в 1893 году. И в силу того, что говорила Ольга Олеговна, невозможности ранней прижизненной диагностики новообразований в силу особенностей клинического течения, до начала XX века исследования и морфологические в том числе базировались исключительно на исследовании посмертного материала по мере развития диагностических методов инструментальных. И, конечно, с появлением рентгенографии появилась возможность выявлять эти новообразования, с одной стороны. А с другой стороны, по мере развития хирургии стало возможным получать гистологический материал, биологический материал новообразований легких, до того, как наступил исход этого заболевания, что позволило не только изучать эти новообразования, но и смотреть, как их различные варианты ассоциированы с показателями выживаемости. И вот этот вал операционного материала, который постепенно нарастал по мере развития хирургической технологии, по мере развития анестезиологии, которая позволяла хирургам все более широко вмешиваться в грудную клетку, привело к необходимости и к исследованию обширных объемов материала гистологического. Это стимулировало развитие гистологической техники, автоматизации процессов обработки тканевых фрагментов, а также привело к развитию использования методов дополнительных окрасок и дополнительных способов микроскопии, что, в свою очередь, привело к тому уровню, который мы имеем на сегодняшний день. Но первые классификации стали появляться только в середине XX века. Вы видите, в 1937 году впервые случаи рака легкого были разделены на плоскоклеточную и неплоскоклеточную карциному. Связано это с тем, что плоскоклеточный рак имеет очень яркую морфологическую картину, когда он дифференцированный, а все остальные варианты рака легкого не имеют таких отличительных особенностей, что, собственно, вероятно, приводило к тому, что они группировались в одну большую гетерогенную, не очень понятную группу. В 1947 году были описаны мелкоклеточные и цилиндроклеточные опухоли как формы аденокарциномы. Вообще на тот момент, понятное дело, исходя из инструментария доступного и в силу развития науки, морфологические классификации имели именно описательный характер. Мы довольно долго будем наблюдать господство этого подхода в формировании классификаций. Термины, такие как анапластическая, недифференцированная, крупноклеточная и так далее, тоже являются описательными. И вы видите, как правило, они изначально применялись для новообразований, которые не имели плоскоклеточных черт, которые могли бы отнести их к какой-то конкретной группе. И в 1962 году была впервые сформулирована пробная классификация раколёгких Всемирной организации здравоохранения. Она была протестирована предварительно и опробирована группой патологов. И в 1967 году была, собственно, опубликована для массового использования. И на тот момент, вы видите, было очень небольшое количество групп, всего 5 групп в этой классификации. Это плоскоклеточная карцинома, безусловно. Тем не менее, уже были предложены на обсуждение вопросы наличия прекурсоров, то есть каких-то предопухолевых морфологических изменений в виде дисплазии или карциномы ин-ситу. Отдельно выделялась мелкоклеточная карцинома в силу того, что, опять же, у неё есть ряд особенностей, которые позволяют её идентифицировать морфологом на светооптическом уровне без дополнительных методов. И уже на тот момент говорилось о том, что эта опухоль нередко в таком виде сочетается с какими-то другими морфологическими типами. Дифференцированная аденокарцинома также может быть идентифицирована на светооптическом уровне. Описывались её архитектурные варианты в виде ацинарного, пупиллярного или бронхелоальвеолярного. А также выделялась группа солидных карцином с формированием слизи, что являлось индикатором аденогенного гистогенеза. И, собственно, представляла собой также гетерогенную группу. Уже на тот момент возникали дискуссии относительно терминологии. Выделяли уже мезотелиальные опухоли, но это не предмет, пожалуй, нашего сегодняшнего разговора, хотя уже тогда, вы видите, были описаны их основные варианты в виде веретиноклеточных, эпителиальных или двухфазных подтипов. И уже было понятно, что имеется ряд новообразований, которые не могут быть отнесены к выше обозначенным группам. Их относили в группу редких опухолеподобных поражений. Эта классификация просуществовала довольно долго, была пересмотрена только в 1981 году, и на тот момент не было каких-то оснований для внесения в неё существенных изменений. Эти основания появились позже, когда в 80-х годах в морфологическую рутину стала приходить дополнительная окраска в виде иммуногистохимического исследования, когда мы смогли выявлять тканевые антигены, визуализировать их для того, чтобы оценивать в простом световом микроскопе. Это привело, конечно, к существенной трансформации морфологической классификации с точки зрения разделения того, что нельзя было раньше разделить. Но при этом глобально она не изменила своей сути, это оставалась описательная классификация, которая базировалась исходно на том, что мы наблюдаем в микроскоп. И одна из классификаций последних, ВОЗ, которая руководствовалась этим подтипом описательным, этим подходом описательным, это классификация 2004 года. Я думаю, что многие помнят эту классификацию. Она уже гораздо более подробная с точки зрения группировки на какие-то когорты. Но, тем не менее, вы видите, даже по тем рубрикам, которые в ней представлены, плоскоклеточная карцинома включала ряд описательных характеристик с точки зрения вариативных проявлений морфологической картины. То же самое касалось аденокарциномы, в которой выделялся как один из частых смешанный подтип и выделялись отдельно чистые подтипы. Конечно, на сегодняшний день подходы к классификации изменились. И изменилось это, конечно, в середине уже 2000-х, 2010-х годов, когда помимо такого молекулярного косвенного метода, как иммуногистохимия, прямые молекулярные исследования стали более доступны и позволили продемонстрировать гетерогенность, в первую очередь, не плоскоклеточного, не мелкоклеточного рака лёгкого. И показать всё разнообразие, всю молекулярную гетерогенность, или не всю, хотя бы вот эту верхушку айсберга, молекулярной гетерогенности рака лёгкого. И это заставило пересмотреть, в том числе, отношение к возможным механизмам развития этих новообразований. Потому что действительно мы долго говорили о том, что курение очевидный, во многом доказанный, один из основных триггеров развития рака лёгкого. Но вот есть группа аденокарцином, которые часто развиваются у людей, которые никогда не курили, или у людей, которые курили очень мало, и которые не несут, в том числе, тех молекулярных индикаторов, которые ассоциированы с курением. Если мы с вами вернёмся к классификации четвёртого года, то здесь вы видите название этого тома – Pathology and Genetics. То есть уже тогда определённые генетические данные в этом руководстве были отражены. И если мы вернёмся к нему, то глобально для рака лёгкого там рассматривались повреждения в гении П-53. Эти повреждения обнаруживаются как в плоскоклеточном раке, так и в ряде аденокарцином, что не позволяло на тот момент утверждать, что эти опухоли могут иметь различный патогенез, различный этиопатогенез. На сегодняшний день мы, конечно, можем говорить о том, что действительно вероятно, это опухоль, которая развивается за счёт разных механизмов изначально. Революция, собственно, произошла даже не в 2015 году, а несколько раньше, когда ряд локальных и международных профессиональных сообществ, которые занимаются изучением рака лёгкого, провели инициативное исследование для того, чтобы пересмотреть классификацию. И это привело к тому, что этот подход после тестирования оказался релевантным и в большей степени применим для клиники. И, пожалуй, это одна из первых классификаций ВОЗ, которая в большей степени обращена к клинике, к исходам, к ассоциации между нозологией или классификационной единицей и тем, каковы будут последствия для пациента, какие требуются воздействия для того, чтобы заниматься лечением этого новообразования. То есть можно говорить о том, что это клиника морфологическая классификация в противоположность предыдущим чисто морфологическим классификациям. Помимо этого, это классификация, которая впервые подразделила схему и нейминг, наименование нозологических единиц на две большие группы. То есть отдельно выделена группа образцов, которые имеют малый объём. Это биопсии, цитологические образцы и отдельно рекомендации по классификации операционного материала, потому что большинство классификаций ВОЗ до сих пор и предыдущая версия классификации по большому счёту была классификацией для операционного материала. Как так получилось? Связано это, конечно, безусловно, с структурой заболеваемости раком лёгкого. И здесь неважно, что это приведены данные по Великобритании. Мы можем взять данные по любой стране мира, и глобально расклад будет примерно такой же. Это довольно относительно небольшой процент случаев, которые имеют на момент диагностики раннюю стадию, могут быть излечены чисто хирургически. Это довольно большой процент случаев, которые требуют так или иначе системного лечения. И те изменения, которые нашли отражение в этой клинике морфологической классификации, они, собственно, обусловлены достижениями, которые на сегодняшний день пришли в клинику. Они обусловлены изменением возможностей в клинике, которые привели к тому, что необходимо морфологам, диагностам решать другие задачи. Вот, собственно, что мы можем наблюдать, потому что в 2000-х годах был мелкоклеточный рак и немелкоклеточный рак. И терапевтические опции, собственно, были доступны только для пациентов этих двух групп. И структура немелкоклеточного рака мало интересовала клиницистов на тот момент. Но с течением времени появился бивоцезумаб, и оказалось, что плоскоклеточный рак имеет высокий риск осложнений. И для клиницистов стало важно, какой подтип морфологический немелкоклеточного рака легкого. И эта задача встала перед диагностами, и нам необходимо было решать ее достаточно точно, в том числе с использованием дополнительных методов исследования. И далее, по мере накопления молекулярных данных, не только о гетерогенности аденокарцином легкого, но и о том, что эти молекулярные перестройки могут быть мишенью для соответствующей терапии, диагносты, конечно, стали перед необходимостью тестировать не только с точки зрения постановки диагноза какие-то маркеры, но и с точки зрения выбора терапии. И так как эти задачи и выбор терапии, и задачи по подбору лечения разнятся в зависимости от того, мы имеем дело с операбельной или неоперабельной формой рака легкого, соответственно, это и привело к тому, что классификация, как мы ее видим сейчас, при ее такой ориентации на клинику имеет тот вид, который она приобрела. Кроме того, в 2015 году классификация исключила термин бронхиелоальвеолярный рак из употребления, потому что с учетом данных, и молекулярных данных в том числе, этот термин покрывал очень широкий спектр новообразований, который имеет очень разные показатели выживаемости, как от минимально инвазивных форм, от неинвазивных форм аденокарцином, до так называемого пневмонии подобного рака легкого, который имеет низкие показатели выживаемости. И, собственно, вот эта вот ориентация в клинику и ориентация классификации на те действия, которые необходимо предпринимать в отношении пациента, привели к тому, что классификационные критерии перестали быть чисто морфологическими, перестали быть чисто микроскопическими, и это в ряде случаев вызывает конфуз у патологов, потому что, допустим, одним из классификационных критериев стал размер узла, которые не всегда мы без клинических данных, без рентгенологических данных можем объективно оценить, и мы должны его учитывать с точки зрения классификации, и не можем уйти от этого, потому что критерии таковы. На сегодняшний день мы пользуемся версией классификации, которая была опубликована в 2021 году, глобальных каких-то более кардинальных изменений, чем в 2015 году, не произошло. Несколько изменилась структура, она стала более логичной, и соответствует концепции пятой серии классификаций Всемирной организации здравоохранения, но здесь мы можем наблюдать, так сказать, более рафинированные, современные представления о патогенезе рака легкого, потому что глобально эти опухоли могут быть разделены на две большие неравные группы, это опухоли курильщиков, как правило, это центральные новообразования, которые имеют плоскоклеточную морфологию. Небольшая часть, какая-то часть этих случаев имеет аденогенную морфологию, имеет вид аденокарциномы, как правило, это опухоли, которые ассоциированы с мутацией в гене КРАС, но есть также группа аденокарцином, в первую очередь, легкого, которые развиваются у людей, которые никогда не курили, это опухоли, не ассоциированы с этим внешним фактором, они часто развиваются путем приобретения активирующих мутаций в гене GFR или каких-то других мутаций, более редких, и также часто имеют морфологию аденокарциномы. Безусловно, возможно, какое-то количество промежуточных форм, возможно, сочетанное влияние этиологических факторов, в том числе у людей, которые имеют какие-то промежуточные показатели с точки зрения тяжести курения, но тем не менее, можем говорить о том, что вот в этом спектре есть два ярко выраженных полюса, которые имеют различные профиль молекулярных нарушений и различные морфологические проявления. Что касается других факторов риска, помимо курения, то действительно обсуждается влияние факторов неблагоприятных окружающей среды, вредных факторов известных, влияние каких-то факторов профессиональной вредности, но, к сожалению, для пациентов, которые не курильщики, которые не имеют очевидных вредных факторов, иногда называют развитие этих аденокарцином с драйверными мутациями бэдлак, то есть это просто не повезло. Это представления на сегодняшний день, скорее всего, с течением времени они изменятся, и мы посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok